МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши дневной выпуск информационной программы Республика. В студии Татьяна Молокова. Непростая экономическая ситуация в стране заставляет регионы уже сегодня думать о том, насколько может измениться в будущем году стоимость питания в школах, детских садах и больницах. О прогнозах в этой сфере говорили сегодня на еженедельном совещании у главы Чуваши. Питание в детских садах Республики организовано по утвержденным Роспотребнадзором нормам. Нормы разные для детей младше 3 лет и старше 3 лет. При этом важно соблюдать еще и калорийность блюд. С учетом роста цен на продукты сделать это нелегко. Сохранить питательность многие учреждения пытаются за счет использования аналогичных по составу, но более дешевых по цене продуктов. По данным органов управления образования, администрации муниципальных районов и городов, стоимость питания общеобразовательных организаций сегодня колеблется от 5 рублей. Вот это Шумершинский район, самая низкая стоимость питания. Это связано с тем, что основные продукты питания сами школы готовят, вернее, заготавливают. И, соответственно, основные расходы связаны с теми продуктами, которые школы сами не имеют. И до 30 рублей город АлатРа. Министерство образования не исключает возможности повышения стоимости завтраков и обедов в первом квартале будущего года. И ищут резервы. Просчитывают риски и в столице Чувашия. Сейчас в среднем цена 84 рубля 13 копеек. И в среднем родители в течение месяца 1800-1900 рублей в месяц платят. Мы прогнозно, прогнозно, я еще раз уточняю, может еще меньше будет от 10 до 14,5 процентов планируется сейчас повышение. Это прогнозно, как пройдут аукционы. А следующее, что касается школьного питания, то здесь средняя цена, если завтраки в среднем 16 рублей, то обеды 40 рублей в данный момент. От 2014 года тоже цены не повышались. Вопрос серьезный, отметил глава республики. Он требует детального рассмотрения на уровне каждого муниципалитета. Этих безобразий вообще не должно быть. Когда там рост на 15 процентов, на 19 процентов, там еще для Шимушинского района по детским дошкольным образовательным учреждениям. В общем, Минэк, Владимир Александрович, вы должны рыться в этих цифрах. Минфин тоже должен смотреть в этих цифрах. Соответственно, вы подключаете общественный контроль и, проводя аукционно, качественно подходите к проведению этих процедур. В больницах, учреждениях соцобслуживания стоимость питания в четвертом квартале увеличилась на 3 процента. По словам Аллы Самойловой, эта разница заложена в бюджет ведомства. Сравнительно небольшой рост цен удалось сохранить за счет замещения более дорогих продуктов, фруктов, в частности апельсины, груши на менее дорогие яблоки. Также замещение дорогого мяса безкостного говядины на костную говядину либо на мясо птицы. Также замещение на молочные продукты. Но в данном случае мы придерживались полностью рекомендаций Роспотребнадзора. Необоснованного роста стоимости питания в учреждениях социальной сферы быть не должно. Михаил Игнатьев подчеркнул особую ответственность всех заинтересованных сторон, чтобы поставщики не завышали цены при участии в аукционах на поставку продуктов. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Главная тема последних дней – резкое похолодание и снег. Вовремя ли начался отопительный сезон в районах и городах республики? И какие вопросы нужно решить в первую очередь? Обсудили глава Чуваши Михаил Игнатьев, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Олег Марков и глава города Чебоксары Леонид Черкесов. Одним из первых начали отопительный сезон Канажский, Маргаушский, Чебоксарский районы Канаж и Чебоксары. В 16 муниципалитетах 100% многоквартирных домов и социальных учреждений подключены к теплу. В трех остаются вопросы с подачей тепла. Работы по пуску тепла в основном идут в плановом режиме. Нормативными актами муниципальных образований отопительный сезон был начат в период с 1 по 7 октября. В течение сегодняшнего дня будет полностью подано тепло. И с небольшим отставанием у нас идет Цивийский район. Это они там буквально два многоквартирных дома планируют запустить к 11 числу. И по Алатарскому и Марпасадскому району к 12 числу тоже все будет запущено. То, что касается города Чебоксары, у нас пока остаются незапущенные котельные. Котельная 2К, это на Южном поселке. В этом году модернизация этой котельной полностью оборудованию было заменено. И это раньше, если эти дома отапливал строй керамика, сейчас идет подключение новой котельной. Вчера врезка газа была в этой котельной. И сегодня пробно. И сегодня же, к концу дня, в течение сегодняшних суток, тепло в этих двух домах, Сапожниково 4 и Сапожниково 5, сегодня планируют дать. В Батревском районе самый низкий процент подключенных к теплу многоквартирных домов и объектов социокультурной сферы. Всего 75%. Все те ответственные должны соединиться. Сотрудники организации должны работать в круглосуточном режиме. Без сна. Раз мы, как сказать, по графику, по взятым обязательствам говорили, все нормально, все там, мы проверяем. Жилищная инспекция работала, а сейчас, ну, как будто зима или осень наступила вот случайно. Обсудили на встрече ситуацию по долгам за газ. Олег Марков доложил, что с начала отопительного сезона задолженность за ресурсы сократилась на 13%. Но, тем не менее, сумма серьезная и составляет 798 миллионов рублей. Сейчас с муниципальными образованиями разрабатываются графики погашения задолженности. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Чпоксарские полицейские разбираются по чьей вине был причинен ущерб лифту в доме по улице Хеверской в столице республики. О том, что кабина застряла между этажами, жильцы сообщили еще в выходные. Но ремонт затянулся из-за слишком серьезных повреждений. Подробности в следующем репортаже. Подниматься на верхние этажи пешком жильцам этого подъезда приходится часто. Лифт останавливается из-за поломок каждую неделю, говорят люди. Я недавно поставил окна, плазиковые. Лифт не работает. Мне пришлось все таскать до 6 этажа пешком. Это ладно, они вдвоем, это мастера были. Ну и что, они успевали. Пришлось и мне тоже. Хотя я заплатил с собой, чтобы они все поднимали. В этот раз лифт застрял в шахте надолго. В выходные на страницах форумов появилась информация о том, что его кабина рухнула с высоты пятого этажа. Правда, специалисты пришли к другому выводу. Тросы оказались целы, а вот двери лифта теперь нуждаются в ремонте. В обслуживающей организации во всем винят вандалов. Просто люди застряли, и кто-то внешне помог, выломали двери, самостоятельно выбрались. Аварийная служба приехала в течение 15 минут, и как, ну, по информации после получения заявки, к этому моменту уже людей в кабине не было, двери были выломаны. Таких проблем здесь не было никогда. То есть, жалоб не было, лифт работает нормально. Из-за вандалов, говорят жильцы, лифт ломается не в первый раз. Раньше в кабине выбивали лампы и поджигали кнопки. Там, которые у нас эти, ну, алкогольки, как называть, вот они ходят, там это самое, и застрывают, и там много человек заходят там они, и вот застрывает ли все время. Часто у нас ломается. Отремонтировать лифт во обслуживающей организации обещают в ближайшее время. А вот с человеческим фактором явно что-то нужно делать. Ведь понимание того, что мы живем в общем доме, никто не отменял. Медрик Валев и Игорь Зверев. Республика. С 2012 года в Чувашии реализуется программа «Доступная среда». В ее рамках особое внимание уделяется адаптации социально значимых объектов под нужды детей с ограниченными возможностями. Что уже сделано и что еще предстоит, покажет мониторинг общеобразовательных учреждений. Наша съемочная группа побывала в одной из таких школ. Для 11-летнего Миши Терентьева получение знаний в школе и живое общение со сверстниками уже давно не проблема. В 59-й школе для него созданы все условия. Это образовательное учреждение стало первым, в котором стали реализовывать программу «Доступная среда». Специальные поручни и ручки, расширенные дверные проемы, оборудованные санузлы. Весь первый этаж полностью готов к тому, чтобы ребенок мог передвигаться без посторонней помощи. В некоторых организациях мы приходим и не везде можем пройти. Здесь проблем таких нет. И везде пандусы. Очень комфортно. За нами приезжает учитель. Нам все помогает. Я только сопровождаю ребенка и получаю удовольствие. Смотрю, как ребенок радуется. Практически полтора года Миша учится по особой программе на дому. Учителя проводят занятия дистанционно с помощью специальных программ. А в школе совместно выполняют различные лабораторные работы. Дома я занимаюсь каждый день, учусь. По скайпу учиться очень интересно, познавательно. Мы проходим разные интересные темы. Меня здесь всегда встречают одноклассники. Я очень рад. Я хочу встать на ноги и опять учиться здесь, в школе, своими ногами. Всего в школе учатся 23 ребенка с ограниченными возможностями. 10 из них передвигаются в колясках. Сегодня безбарьерная среда создана в 66 школах республики. В этом году адаптируется еще 31 учебное заведение. Нужно сказать, что здесь кроме общеобразовательных организаций уже включаются в этот процесс учреждения дошкольного образования, учреждения дополнительного образования детей. Очень важно, чтобы дети у нас чувствовали внимание, для них была создана доступная среда именно уже с младенческого возраста. То есть, буквально, когда они придут, нам детские сады. Результаты республиканского мониторинга будут подведены буквально через неделю. Наблюдение позволит увидеть действие программы в реальности и скорректировать ее в случае необходимости. Наверное, нет необходимости все школы оборудовать, потому что это накладно. А вот то, что будут школы именно предназначены для детей с ограниченными возможностями, в этом уверенность есть. В таких условиях особенные дети лучше учатся, лучше развиваются. Образование действительно становится доступным. И это одна из главных целей программы. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Морозная погода в Республике продержится еще какое-то время. Метеорологи прогнозируют похолодание до минус 7 градусов в ночное время. В региональном управлении МЧС призывают водителей быть внимательными на дорогах. Неблагоприятные погодные условия могут привести к дорожно-транспортным происшествиям. Как грамотно оказать первую помощь пострадавшим, знает фельдшер скорой помощи Алексей Смирнов. Он написал эту книгу, ориентируясь на свой богатый опыт работы. На ее страницах Алексей Смирнов дает советы, как оказать первую помощь тем, кто попал в беду на дороге, отдыхе и в быту. Медик с 15-летним стажем говорит, что именно в октябре увеличивается количество аварий со смертельным исходом. Хотя жизни пострадавших можно было бы спасти, окажись рядом человек, знающий основы первой помощи. К примеру, вот так надо проводить реанимацию при остановке сердца. Руки собираем в замок, в локтях они прямые, плечи над человеком. Делаем это с частотой 100 раз и более в минуту на глубину 5 сантиметров и более в соотношении 30 раз. После проведенного массажа сердца необходимо осуществить два вдоха в человека. Запрокидываем голову, чистим все, что у него есть во рту и делаем два выдоха в человека, зажав нос либо рот. И приступаем опять к массажу сердца. Это на первый взгляд сложно, говорит Алексей. Запомнить алгоритм простых действий в состоянии любой человек было бы желание. А дальше подключаются доктора-профессионалы. Очень принципиально и важно оказать помощь именно в первые секунды после происшествия. Так как, скажем, за 13-й год из числа погибших, пострадавших в ДТП, погибло 86,6% до приезда скорой помощи. То есть это говорит о том, что если кому-то и можно было оказать какую-то помощь, то эту помощь можно было оказать только до приезда скорой помощи силами первых очевидцев. За мои 15 лет выездной работы я видел, может быть, пару-тройку раз правильно оказанную первую помощь. В этом году он планирует провести специальные курсы для учеников и преподавателей УБЖ. С лекциями медики будут выезжать и в другие районы. Медриковалев и Рассель Мухаммедов. Республика. Россиян приглашают на первый географический диктант. С инициативой его проведения выступил председатель Попечительского совета географического общества Владимир Путин. Диктант стартует 1 ноября 2015 года по всей России. Он позволит оценить уровень географических знаний жителей страны и привлечет внимание к проблеме географической грамотности россиян. Принять участие в его написании и узнать, насколько хорошо они знают свою страну, может каждый желающий, независимо от возраста. Такая проверка знаний будет не лишней. 60% студентов не могут уверенно сказать, куда впадает Волга. Кстати, тема будущего географического диктанта «Моя страна – Россия». В создании текста и проверке работ примут участие исключительно профессиональные преподаватели-географы. Диктант пройдет в единое время с написанием одинакового текста. Все задания проверяются и оцениваются по единым критериям. В Чувашии диктант пройдет в Чувашском государственном университете. Подробности акции можно узнать на сайте Русского географического общества и в группах «Географический диктант» в социальных сетях. Улицы многих российских городов украшают памятники представителям различных профессий. Мы ценим учителей, металлургов, шахтеров. В Чувашии появился памятник дворнику. У него есть предшественники в разных уголках нашей большой страны. В Москве таких памятников несколько, в Уфе, к примеру, один. Где-то блеститель чистоты в бейсболке и ботинках, где-то с бородой, метлой из веток. В Чувашии есть три памятника дворнику. В Цивильске, АллатРе и вот теперь в Чубаксарах. Столичный дворник особо женского пола. Художник Владимир Васильев и скульптор Георгий Пупин решили, что за порядком в Новоюжном районе будет следить молодая красавица. В ее руках неизменный атрибут – метла, а в ногах мурлычет кошка – символ домашнего уюта. Коллеги по профессиональному цеху появлению символа рады. Вот увидят жителей памятник, считают о ним и сразу же задумаются о чистоте не только своего двора, но и города в целом. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Итоги дня подведем вечером. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова